КУХНЯ ЖКК По этой сложившейся практике можно сделать следующие выводы. Да, она общедоступна. Во-первых, правилами номер 170 ГОСТРОЯ о правильных нормах технических платежей жилищного фонда и постановлением правительства номер 290, о минимальном перечне услуг, которые предоставляет управляющая компания, нет указаний на то, что дезинфекция и место общего пользования жилых домов входит в обязательный перечень работы оказываемых управляющих компаний. Кроме того, были и предписания Роспотребнадзора, обязывающие привести в управляющую компанию данные мероприятия. Суд при вынесении решения сослался на то, что данные мероприятия должны проводиться управляющей компанией при трех условиях. Во-первых, они проводятся специализированной организацией, имеющей на это лицензию. Просто провести с там трепочкой, с хлоркой – не совсем то, что нужно при таких вирусных заболеваниях. Во-вторых, это должно быть определено решением общего собрания собственников в помещении на квартирном доме. То есть они должны определить, что это дополнительный вид работ, который должны выполнять какие-то люди, либо через управляющую компанию, либо там напрямую, может быть, да, за какую-то определенную денежку. Должно быть установлено наличие вообще заболевших именно в этом квартирном доме. Текущую дезинфекцию в очаге заболевания проводят в течение всего времени болезни человека и заключительную после его выздоровления или убытили больного с адреса поживания силами специализированной организации. То есть это там не вот скорая приехала, кто-то коронавирусом заболел, давайте все продезинфицируем. Максим, а кто-то из жильцов ваших домов принимал такие решения, что вот страшно, нужна дезинфекция, готовы платить? Таких решений не было, да, ни на одном адресе. Обращение жителей было в том году. Мы это делали в рамках проведения мероприятий по санитарной уборке в местах общего пользования, да, там специальными дополнительными средствами, но дополнительных решений не было. Сейчас, по сути, в рамках обычной санитарной уборки в местах общего пользования проводятся мероприятия дополнительные по протирке период, поручни, ручек дверей, почтовых ящиков с силами уборщицы. Получается, нам теперь совсем не дождаться уборки получше, если что? Жители, когда где-то просят, потчательнее провести уборку, да, в том числе с местами общего пользования протирку. Конечно, это делаем, но в целом это вот должна делать специализированная организация и должна делать нормально. Никто не делает нас фиксировать такие вещи, да, когда на протяжении всего периода болезни больного коронавирусом проводят дезинфекцию постоянно, да, еще после его выписки, потому что, во-первых, надо на случай зафиксировать даже в этом доме, да, это тоже непросто. Так что не забывайте о масках, дистанции и вакцинации в период пандемии. Кстати, большинство сотрудников управляющей компании «Актив Комфорт» вакцинировались еще летом. Ну а если вы хотите больше чистоты в подъезде, лучший способ – это диалог с соседями и со своей управляющей компанией. Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ